Здравствуйте, мои любимые зрители! С вами Яна Федорова. Сегодня показываю вам новый цветочек, называется Торения. Вот какая прелесть! Выращена из вот этих семян. Здесь разные расцветки, и вот мне попались розовая, беленькая и такая темно-синяя. Очень яркие цветы, темно-синяя или фиолетовая. Вот особенно вот эти желтенькие язычки придают такую яркость ее цветам. Очень мне понравилось. Выращивается она из семян, как петуня. Семена мелкие, и сеянцы тоже очень мелкие. Выращивать, конечно, трудно. Вот эти кусочки у меня выросли где-то за полгода. Полгода, может, 7 месяцев. Вот так очень сложно было вырастить, но все-таки я измудрилась и вырастила. Я уже не первый раз ее выращиваю. Первые два раза у меня не совсем получилось, но вот на этот раз у меня уже в связи с наработанным опытом уже я знаю, как с ней обращаться, и вот получились такие очень хорошенькие кустики. В нашей стране Торенния выращивается в основном как однолетник, но она живет где-то года полтора, потом она уже теряет свою декоративность. Выращивать ее в открытом грунте тоже как бы не рекомендуется, потому что стебли у нее такие хрупкие. И не сказать, что она капризная, но вот она не любит, когда на нее много дождей выпадает. Вот как у нас в Красноярском крае постоянно захлестывают дожди, и вот они ломают ее, вот эти стебелечки хрупкие, и цветочки обивают. Потом она некрасиво выглядит. Также она боится похолоданий. Вот чуть холодная ночь, и она уже тоже теряет свой декоративный вид, вся заболевает и даже потом может погибнуть. Жару не переносит тоже, и сквозняки тоже не переносит. Ну, в общем, такие вот ей условия нужны. Какие-то, как бы можно сказать, комнатные или полукомнатные. Поэтому ее рекомендуют выращивать как контейнерное растение. Чтобы можно было в случае каких-то обстоятельств, таких надвигающихся ураганов, дождей, похолоданий, можно было взять и занести ее куда-нибудь в дом, на террасу, на веранду. В подвесных кашпо она очень красиво смотрится в виде ампели. Когда ее побеги, так вот немножко они как бы разваливаются, свисают, и тоже очень-очень красиво. Вот эти кустики молодые, но она еще больше вот так разрастается и покрывается такой шапкой цветов. Очень хорошо ее выращивать в комнатных условиях. Вот эти у меня выращены дома под моими лампами люминесцентными вместе с гуаксинами. Вот она прекрасно выросла. Теперь она подросла, и я ее здесь держу на балконе. У нас в России она не очень распространена, даже как-то ее вообще почти не знают. Вот знакомые ко мне приходят, и все удивляются, что это за такой необычный цветочек. Я говорю, ну, то Рене рассказывают, как она растет. И вот всем-всем нравятся ее симпатичные такие цветочки. Все просят веточку отросток, чтобы я им дала. Вот насчет, наверное, выращивания в России у нас все-таки из-за трудностей поднять ее из семян. Она вот как-то не распространена, не популярна. Но зато из черенка очень легко размножается. Просто берешь веточку, отламываешь, ставишь в стаканчик с водой, и она очень быстро дает корешки. Потом пересаживаю в горшочек, и вот так она великолепно размножается просто черенком. Очень такая эффектная, красивая. Так что вот, дорогие мои любители цветов, кто хочет что-нибудь необычное такое, попробуйте вырастить Тореню в виде комнатного цветка. Она вас очень порадует. А когда она уже у вас вырастет, будет долго цвести, отсветет, потеряет свой декоративный вид, просто обновите растение черенком. Ну, вот и все дела. Вот такие новости на сегодняшний день. До новых встреч!